Привет, друзья! Если вы не подписаны на канал, подписывайтесь, а если подписаны, проверьте колокольчик, а также ставьте лайки, много комментируйте и распространяйте наше видео. Президент Республики Молдова Майя Санду выступила с речью на саммите за демократию, организованном в формате видеоконференции по инициативе президента Соединённых Штатов Джо Байдена. Мы вновь стоим на перепути историй, когда активнее, чем когда-либо прежде, демократии бросают вызов синхронные кризисы, недоверие к способности государства удовлетворять нужды людей и плохое понимание политическими лидерами того, как следует защищать демократию. Наступил новый поворотный момент, когда международный порядок, основанный на правилах, кажется не самой привлекательной и эффективной моделью управления для предотвращения реагирования на пандемию, климатический кризис, рецессию в экономике и откат от демократии. Продолжительная рецессия в области демократии углубляется. Неизбежные риски этого явления очевидны, особенно для тех, кто боролся за признание и укрепление демократии в 20 веке. Необходимо неустанное усилие, чтобы заложить основы недостающих элементов благополучного будущего на родине для наших граждан. Чтобы удостовериться в возвращении доверия граждан к ценностям демократического государства, правительство и я лично поставили борьбу с коррупцией и укреплением ответственной независимой системы правосудия в центр нашей повестки Дня преобразований, направленной на укрепление демократии в нашей стране. Это означает очищение государственных учреждений от корыстных интересов и превращение национальных интересов в основную цель любой деятельности правительства. Это означает власть, которая трудится во благо людей. Наряду со всеми молодыми и хрупкими демократиями по всему миру, Республика Молдова срочно нуждается в глобальной солидарности и лидерстве для защиты демократии. Только тогда, когда политическая воля для проведения наиболее сложных реформ, имеющихся на национальном уровне, пользуется международной поддержкой, демократия способна выдержать и преодолеть напор дезинформации, популизма, разрушающихся государственных институтов, растущего неравенства и конфликтов. Молдавские граждане неоднократно демонстрировали свое мужество и способность бороться за то, во что они верят. А они верят в демократию. Мы должны использовать эту энергию для процветания Молдовы на благо всех. Мы должны больше, чем когда-либо, верить в позитивные силы многообразия, сотрудничество и глобальной солидарности. Единение в кризисные времена – это наш лучший щит, лучший шанс спасти демократию. Стоит отметить, что организованный президентом США Джо Байденом онлайн-саммит за демократию прошел 9-10 декабря. В нем участвовали представители 110 стран, что кажется внушительным, но конкретных решений и мероприятия не принесло. Политолог-американист Малик Дудаков в беседе с Иваном Слободынюком подчеркнул, что саммит носил символический характер и был нужен Байдену для поднятия двух просевших рейтингов – своего собственного и Америки как государства-лидера свободного мира. Был ли этот саммит успешен? Вопрос в том, что подразумевать под словом «успешный». В символическом ключе можно так считать. Почти 110 стран поучаствовало. Что стало площадкой для Джо Байдена, только что выступившего в роли деэскалатора ситуации в Украине, чтобы объявить, что мировые демократии сплачиваются и будут отстаивать демократические ценности. По мнению Байдена, эти ценности находятся под угрозой со стороны стран-оппонентов США, например, России или Китая. Другое дело, что в практическом ключе, какие меры Байден предлагает для продвижения демократических ценностей, никаких конкретных предложений и серьёзных решений на этом саммите не приняли. Обещание Байдена выделить 420 миллионов долларов на развитие демократических ценностей в мире – это капля в море в масштабах планеты. Это очень небольшая сумма. Обсуждали также ковид-борьбу с коррупцией. Тоже ничего не решили. Принято решение создавать новые модели борьбы с коррупцией в духе того, что Байден в начале года продвигал идею о едином корпоративном налоге. Давайте создадим тоже в рамках Интерпола или других организаций новое подразделение по борьбе с коррупцией. Какие-то суммы из 420 миллионов долларов будут выделять в том числе на эти цели. Но это фиктивно, суммы маленькие, и многие приглашённые страны настолько коррумпированы, что не будут бороться сами с собой. Очевидно, что это больше символическая история – показать, что выступают против коррупции за права человека, за всё хорошее против всего плохого.